Жванецкого вы упомянули. Михаилу Михайловичу 85 лет, недавно было. Он едет на гастроли на Украину, и там несколько таких воинственно настроенных деятелей призвали бойкотировать его выступление. Как вы вообще относитесь к тому, что российские музыканты, сатирики, вообще артисты приезжают на гастроли на Украину, те-то к нам не едут, по-моему, не выступают. С Украины полно едет к нам. Полно едут везде, с удовольствием, зарабатывают огромные деньги. Ну это же правильно или нет, как вы считаете? Для искусства, для спорта, для науки не должно быть никаких границ, абсолютно. Встречайтесь, научный семинар, конференция гастролюбих артистов, молодежь. Вот Ростноярск, со всего мира съехались, и ради бога, и всем понравилось. Так и все время должно. Евровидение, поезжайте, выберите лучший голос Европы, Соловей Европы, но не Сережа Лазарев. О, Господи, опять. Он не должен даже ехать туда. И Киркоровы все эти, и Басковы. Полно, я же не себя предлагаю. Дайте те голоса. Вы же конкретно никого не предлагаете. Ну я их не знаю фамилии. У меня вот запомнился два Юры, так говорят, нет вообще мы не знаем, где они теперь, два Юры. Вот сейчас они передачу это услышат, передают, где денег у вас попросят. Ну вот мне нравится кто, Влад Сташевский, когда-то он был, мне нравится. Потом Алеша Гомон, про русского поет, русский парень, в воде не тонет. Я кого вижу, слышу, потом вот победители конкурсов, ну они там же есть, что вы их не пропускаете. Нет, потому что мафия всегда была и при советской власти, и сейчас концертная мафия. Они захватывают все правила, все места и сами решают, кто поедет, и потом они друг с другом делятся. Поскольку получают бешеные гонорары. В этом плане беда. Билан, помните, дважды ездил. Зачем? Сейчас где он, чего он? Практически сошел на нет. То есть я говорю, и в спорте, и в искусстве надо двигать молодцы, да и в науке все достижения до 30 лет. Все. Я это понял сам. Я учил английский, французский, турецкий. Немецкий начал учить. Мне уже было 30. Все не идет. Мозг уже не воспринимает. Все. Я убедился на себе, что только до 30 лет все творческие проекты, спортивные, ну любые, только до 30. Надо скорее выдавить вот эту вот нашу творческую молодежь. От 14 до 30, до 25. Они создадут великую страну, понимаете? Поэтому везде. Я буду счастлив, если во главе ЛДПР станет молодой какой-то парень или девушка. Ради бога, пол мы не трогаем. Но где он? Ну не хотят, не боятся. А сын ваш? Он не публичный, он не любит этого. Да? Не публичный. Вот он ни журналистов, ни выступать, ни говорить, ничего. И не только в плане политики. День рождения он никогда не устраивает. Никогда не зовет нас, родителей вообще. Вот такой человек, да? Вы говорите, вот молодые, смотрите. Такие типы людей есть. Они замкнуты, у них свой мир такой мелкий, так что тут уже ничего не поделаешь. И все остальные тоже. Я же позвал его. Мне не надо было звать, я ему устроил трагедию. Он бы занимался бизнесом, никто бы его не знал. А я потащил его для массовки на первый съезд. Вот это у вас есть молодежь? Я говорю, давай позови там одноклассников. Человек 10 пришли, говорю, вот молодежь. А где я возьму молодежь, когда первый съезд? Откуда? Денег нету. Я в Сбербанке снял со своего счета 400 рублей на аренду зала.